Футбольный клуб «Енисея» официально подписал контракт с новым тренером. Руководить командой теперь будет Александр Тарханов, бывший игрок сборной СССР, а ныне заслуженный тренер России. Планирует возглавлять «Красносинник» два года. Тарханов провел детство и юность в Красноярске. Здесь же он начал футбольную карьеру в клубе «Автомобилист». Это старое название «Енисея». Поэтому сейчас, как рассказал сам тренер, он чувствует себя на Красноярской земле как дома. Замечу, что Тарханов за свою карьеру возглавлял такие именитые клубы, как ЦСКА, «Торпеда» и «Крылья Советов». По словам нового наставника «Красносинник» сейчас главное – сохранить команду. Сегодня он рассказал, над какими аспектами игры будет работать со спортсменами в ближайшее время. Тактика занимается физподготовкой, а именно то, что необходимо в техническом плане, чтобы изменить. Никто не работает практически. Поэтому, естественно, и над командной игрой тоже очень мало работают. Да, главное, что много-много. Я же знаю, что выйти, самодача, там все. А именно такая техническая часть. Вот вы бундеслюгу смотрите? Как они там работают с мячом? Быстро все четко, никаких движений вешать. Вот над этим, конечно, я тоже работаю много. По словам Тарханова, первые позитивные результаты от тренировок под его руководством могут появиться уже через месяц. Напомню, ранее тренером Енисея был Юрий Газаев. Под его руководством в прошлом сезоне команда заняла 14-е место в футбольной национальной лиге. Сейчас руководство клуба возлагает большие надежды на нового тренера. Александр Федорович – это один из кандидатов, который принесет пользу красноярскому футболу. И основные критерии были то, что Александр Федорович имеет большой опыт работы в премьер-лиге. Александр Федорович раскрыл за свою тренерскую карьеру много игроков, которым гордится вся страна. Это и Семак, и Хохлов, и Радимов, и Ерохин, и Анюков. Это много игроков сборной России.